Всем привет! Я уже минут 15 настраиваю камеру. У нас ужасно сегодня со светом. То солнце приходит, то уходит. Из-за этого я постоянно то засвечена, то как будто в пещере сижу в темной. Я уже, честно говоря, устала от нашей вот этой темной квартиры. Здесь, насколько у нас видно, была светлая квартира. Там можно было камеру поставить в любом углу, и всегда был отличный свет для съемок. Всегда можно было отлично заснять что-то. Вот тут я постоянно мучаюсь с этим. В общем, ладно, как получится, так получится. Я хотела снять для вас начало видео, рассказать, что нас сегодня ждет, точнее, что вас ждет. Мы сегодня поедем в Кадриорг. У нас несколько дней будет в городе проходить световое шоу. Называется вроде оно «Свет шагает 2019», если я правильно сейчас все назвала. В общем, каждый год в Тальне проходит такое мероприятие. Всякие световые инсталляции, огни, гирлянды, поющие фонтаны. Мы сегодня едем в Кадриорг, полюбуемся этой красотой. Я обязательно вас беру с собой, поснимаю там. И на днях поедем в старый город, тоже обязательно возьму вас с собой. И помимо этого, заедем сегодня с вами в обувной магазин. Мне нужно будет посмотреть себе на осень обувь. Я снимала на свой новый канал два видео о разборе гардероба, но не касалось обуви, потому что я думала, что с обувью у меня все в порядке, но у нас тут наступили неожиданно холода раньше времени. Я заглянула в свою гардеробную, именно где у меня хранится обувь, и поняла, что я от 80% своей осенней обуви буду избавляться, потому что она уже в таком потрепанном состоянии. Я вам сейчас покажу, от чего я буду избавляться. Поэтому мне нужно будет присмотреть что-то на замену. Так что начинаем влог. Приятного просмотра! В общем, я наводила ревизию в этом шкафу, и вот видите, от чего мы с вами будем избавляться. Давайте я вам по отдельности покажу. Но из вот этих вот дутиков Марк просто вырос, они ему уже маленькие, так что они пойдут на дачу кому-нибудь. Я вам еще раз говорю, что я не выкидываю вещи, я стараюсь все-таки дать им вторую жизнь. В целом они в хорошем состоянии. Следующая нашла Алинину одну чешку, вторую найти не могу. Она ей тоже маленькая, надо вторую поискать, может быть кому-то она пригодится. Следующие вот эти кроссовки я буду выкидывать. Вот видите, я вам показывала их. Марк их сбил, когда катался на беговеле. Вот видите, вот так вот он у нас катался и все протер. Но я их выкину через, наверное, месяц, когда уже точно будет холодно. Мы еще в них ходим гулять, когда вот берем самокат с собой. Поэтому пока я их оставляю, но они у нас через месяц точно пойдут уже на свалку. И вот эти вот сандалики тоже нам маленькие, они в хорошем состоянии, тоже кому-нибудь у нас перейдут по наследству. Что касается моей обуви, вот она тоже вся пойдет на раздачу. Вот эти балетки я тоже кому-нибудь отдаю, они в целом в хорошем состоянии, но они уже совершенно не модные. Я не знаю, как назвать, но в общем я их не надеваю, потому что они не подходят ни под один из моих образов. И я понимаю, что это уже какой-то анти-тренд. Они, ну как-то они дешево выглядят. У меня есть балетки похожие, посмотрите, но я их очень люблю, они такие нежные. Я их летом иногда надеваю. От вот этих я не избавляюсь, а вот этим все-таки нет, не хочу я их носить. Следующее, что у меня пойдет, наверное, на выброс, это вот такие вот ботиночки. Они у меня протерлись в районе большого пальца. Вот здесь вот и выглядят уже, ну, очень неэстетично, некрасиво. Хотя в целом вот так вот внешне они очень даже симпатичные. Я просто сама виновата. Я взяла размер себе впритык. Из-за этого палец у меня здесь постоянно упирался и, видите, вытягивался. Ну, на камере почему-то это не так. Видно, в жизни это хуже выглядит. Если бы я себе взяла их на размер больше, у меня бы не было такой ситуации. Я бы их еще носила. И следующее, от чего я избавляюсь, это вот эти вот, как они называются, не знаю, тоже ботиночки. Они летние, видите, с сеточкой. У меня вот здесь вот пятно, ну, немножко видно, да, оно не отстирывается. Если я их в машинке постираю, вот эти все блестки, они отлетят, смысла нету. И второе, у меня вот здесь сеточка порвалась немножечко. Ну, и тоже это уже не очень аккуратно смотрится. Поэтому тоже отдаю их кому-нибудь или выброшу, посмотрим. Вот эти балетки тоже, видите, уже вон протерлись. И они тоже на свалку отправляются. И, в принципе, я их в том году носила достаточно часто. В этом году из-за того, что они вот в таком виде уже я их ни разу не надевала. И давайте покажу вам, что касается осенней обуви. Вот видите, у меня тут четыре пары, а три, точнее, вот эти мои любимые. Я их оставляю. У меня, получается, из осенней обуви только мои вот эти любимые от Shein. Как они называются? Сапоги-чулки из что-то наподобие замши. Мне они очень нравятся. Но их я одеваю на выход, потому что они такие тоненькие, могут промокнуть, если какой-то дождь. И их нужно надевать именно с юбочками, которые я не часто ношу с платьюшками. Поэтому они у меня на выход остаются. Сапоги, которые я очень-очень люблю. Но, к сожалению, мне с ними тоже нужно проститься. Они покупались пять лет назад. Посмотрите, в каком они идеальном состоянии. Вот здесь вот, да. Стоили они очень дорого. Я помню, они 12 или 14 тысяч стоили без скинок. Я их за 9 вроде брала. Это итальянская какая-то фирма. Они очень красивые. Здесь сзади, видите, вот такая змеиная кожа. Они в очень хорошем состоянии, именно что касается верха. Но, к сожалению, спереди они у меня в ужасном состоянии. Вот видите, здесь дырка. И они очень сильно промокают. В общем, мой вам совет. Если вы покупаете дорогую обувь, потратьте еще там тысячу-полторы дополнительно. Но сделайте профилактическую, как она называется, стельку, подкладку. Да, вот сюда вот. Я слышала, прям подошву дополнительную люди устанавливают. Для того, чтобы вам обувь прослужила подольше. В общем, смотрите, реально дорогая обувь прослужила 5 лет почти в идеальном состоянии, не считая вот этой проблемы. Очень жалко, потому что обувь реально в хорошем состоянии. Но вот тут она у меня протерлась. Набойки я меняла. Они в целом в хорошем состоянии. Но вот именно здесь, к сожалению, все подиспортилось. Я не хочу их чинить, потому что в целом они вот здесь уже не очень аккуратно выглядят. Спереди я думаю, что ничего уже не поможет. Очень жалко, потому что я их очень любила. Следующие мои любимые ботинки. Простите, немножко грязные. Я их на днях одевала уже в последний раз. Я их очень люблю. Они из магазина Ларри Дут. Кстати, это искусственная кожа. Но я их носила 2 года подряд. Практически не снимая. Осенью, зимой, весной. И они в целом, посмотрите, в идеальном состоянии. Нигде ничего не потрескалось. Кроме вот эта фурнитура серебряная, она, видите, поржавела. Вот такое я носить уже не буду, потому что ржавая фурнитура. Как-то меняется это. Я не хочу этим заморачиваться. Они стоили до 3000 рублей. Я их носила 2 года, не снимая. Я считаю, что они мне свое отслужили. Из-за ржавой вот этой вот фурнитуры я носить их больше не буду. Поэтому тоже кому-нибудь пойдут на отдачу. И последняя обувь, которая тоже пойдет на отдачу, она у меня просто уже в плохом состоянии. Это тоже кожзам. Вот здесь все протерлось. Тут у меня тоже где-то кожа. Вот тут вот я где-то зацепила. Вот это никак не отмывается, вот эти полоски. В общем, нет. И они были не очень удобные, поэтому я буду искать что-то на замену. Так что вот видите, сколько обуви. Зачистка, расхламление. Вот это все у меня отправляется на раздачу. У нас садила деток заниматься. Там у Марка урок рисования, а у нас с Алинкой математика. В общем, у нас вот такая занимашка. Ну, они разные бывают. А Алинке одно время она была неинтересна, а сейчас она прям с таким удовольствием занимается. Вот, например, посади много птичек в большую клетку, одну в маленькую. Ну, я ей не так, я ей посложнее говорю. Например, посади там 4 птички сюда, одну сюда, чтобы она уже именно считала. Все ли правильно нарисовал художник. Вот видите, она пририсовала ему тарелочку. Вот, кружечек. Одинаковое ли количество блюдец и кружечек. И там, чего больше, чего меньше. Алин, тарелка и блюдце это одно и то же. В общем, потихонечку считаем, учимся. Сама еще один вагончик. А зачем? Тут не такое задание. В каком поезде больше вагонов? Посчитай. Так, сейчас. Давай, считай. Сначала в синих. Ну, давай, считай. Один, два, три, четыре, пять. Молодец. А тут один, два, три, четыре. Каких больше вагонов? Вот этих. Правильно, да? Почему их больше? Ну, потому что нарисовали больше. Их пять, а тут четыре, да? Угу. Дальше. Вот здесь вот мы уже занимались. Яблоки надо раскрасить было желтым и красным. Алина, а где больше яблок? Скажи мне, пожалуйста, на дереве или под деревом? Где больше? Сначала взрослого. Посчитай. Один, два, три, пять. Сейчас я к тебе приду, Марк. Один, два, три, четыре. Где больше яблок? Тут. Молодец, ты моя умница. В общем, классные вот такие развивашки. Мы с Алинкой здесь считаем, считаем. Но тут очень много, я так скажу, лишнего материала. А вот видите, это все надо читать маме в пособиям. У меня нет на это времени. Я уже просто интуитивно вот здесь вот читаю задания и занимаюсь. В общем, девчонки, покупайте подобные пособия. Занимайте. Мне прям очень нравятся вот такие штуки всякие. И еще от Кумон. Помните, у нас развивашки были? У нас они закончились, правда. Тоже прям накуплю их, когда буду в России. И я пришла в обувной магазин у нас в Коупа Майя себе посмотреть обувь на осень. Посадила деток с конфетой и сказала, сидите смирно. Согласились сидеть. Не знаю, насколько их хватит. Я хочу сейчас найти ботинки наподобие тех, которые у меня были. Просто мои уже совсем поистрепались. Вот знаете, что-то наподобие этих, но только не вот такие мощные, более классический вариант. Но вот такие я очень-очень люблю под джинсы. Они совсем подходят и с пальто, и с тренчем, и с зимней курткой. Именно осенние хочу. В общем, сейчас буду искать. Покажу вам, что мне тут понравилось. Тут разные-разные марки. Посмотрим. Смотрите, какая сумочка красивая от Picard. Помните, моя розовая последняя этой же марки? Но я так понимаю, эта кожа, она стоит 160 евро. У меня за 80 евро была без скидки. Красивая, конечно. Но вот эта мягкая кожа, я такую не покупаю, потому что если царапины какие-то, это все будет видно. Вот такая кожа самая идеальная, видите? Довольно плотная, типа сафьяновой или как она называется. Большие сумки я даже уже не рассматриваю. Мне очень удобно вот так вот повесил. И брать детишек за руки так удобно. Вот эта модель мне понравилась. Но тут вот эти стразы меня смущают. Так что тоже нет. 100 евро стоит. 7 тысяч рублей, но я считаю нормально для кожаных. Вот эти тоже симпатичные, но немножко не мой стиль. Кстати, вот эти понравились. Посмотрите, симпатичные. 110 евро. Надо мерить, смотреть, конечно. Понравились три пары. Я не ожидала, что мне три понравятся. Смотрите, ну вот такие классические, ничего лишнего. Очень комфортные. Стоят где-то около 100 евро. 80 евро кожаные. Вот такие мне понравились тоже. В целом классические. Немножко байкерские, да, они вроде так называются. Но аккуратно смотрятся на ножки, как я люблю. В принципе, как классика. И еще понравились вот такие. Единственное, мне не нравится, что здесь нет молнии. Но посмотрите, как красиво они отделаны бусинками. В общем, три пары. Я не знаю, какие выбрать. Они все остались по последнему размеру. Поэтому мне нужно сегодня определиться, иначе их разберут. Какие брать? Эти, эти или эти? Первая пара смотрится вот так. Ну вообще ничего лишнего. То есть прям классика-классика. Они очень комфортные, мягкие. Прям, мне кажется, идеальные. Я не знаю. Следующая пара смотрится вот так. Я боюсь, не растянутся ли вот эти вот штуки. Но пока что очень тоже комфортно в них. Хоть все и бери. Но они, в принципе, все похожи, поэтому нет смысла брать несколько пар. Ну смотрите, какие они красивые. Вот эти бусинки, они не должны отлететь. Они очень плотно здесь приделаны. Стоят они все в целом одинаково. 89, 80 и 100 евро. И вот эти смотрятся вот так. В целом, я бы не сказала, что они какие-то кричащие. В общем, я не знаю, какие брать. Но скажу вам, что вот в этих мне комфортнее всего. Они, конечно, самые скучные из всех. В этих чуть комфортнее. Но эти с изюминкой из-за вот этих вот бусинок. Я не знаю, какие брать. Ну. И подсказать, главное, некому. Насколько же классно без коляски, когда не в магазин идешь. Потому что продуктовый магазин классно с коляской, чтобы потом тащить все. А вот так, видите, детки идут спокойно. Я не тащу ничего, иду налегке. Сашку ждем. Он сейчас должен подойти с работы. И отправляемся в Кадриорг на световые инсталляции. Обожаю вот этот район. Здесь Саша работает. Мама, полицейская. Полицейская, да. Вот это полицейская. Пойдем. Ну что, мы пришли в Кадриорг. Видите, вон вдалеке виднеются цветовые инсталляции. Сейчас будем любоваться. Народа много. Весь город в эти дни, четыре дня, будет посещать вот это мероприятие. Получается, два дня в Кадриорге и два дня в центре города, в старом городе. Что, Саш? Смотрите, как красиво. Мне кажется, ночью сейчас темнеет. Через час особенно здесь будет красиво. А еще фейерверк может будет, не знаешь, Саш? Ну мы не дождемся, он поздно. Иди посмотри на огонечки. Скорее, скорее. Красота. Вот этот коридор самый красивый. Это просто нереально. Смотрите. Так как делать фотки? Столько народа. Маме давай. Очень красиво. А вон там такие коробы стоят. Ровно год назад Надюшка к нам приезжала. Если помните видео, я вам ссылку оставлю. И мы тоже здесь гуляли с Надюшкой. Только мне кажется, она приезжала к нам в конце сентября. Сейчас как-то пораньше, что ли, сделали эти инсталляции. Мне так нравится, что в Эстонии все на двух языках. На эстонском и, видите, на русском. Кали, квас. На эстонском и на русском. Для всех, потому что тут два языка. Государственных. Русский и эстонский. А вон продают какие-то штуки светящиеся. Сейчас посмотрим, что тут. Так. Что-то как-то мало выбора. Даже колечки. Алин, смотри, с Эльзой светящиеся из кольца. А давай есть, так. И попьем фонарик. А вон палки. Ну и палки какие-то громадные. Ой, смотри, это этот, джезл светящийся, наверное. Ну-ка. Нет, это Эльза. А? Ну, Эльза. Прикольный? Давай копим. Мне положено. Десять. А что еще? А, вот палки. Но они какие-то громадные. Все, купили Алинке Эльзу. Кольцо с Эльзой. Вот эту штуку. Амарку палку. Понятно? С детьми все столпились. Алин, смотри, какая классная штука была. Вон, крутящаяся. Вон, у девочки крутящаяся. Ну ладно, ты Эльзу себе выбрала. Смотри, как она нажимается? Ага. Все, довольны? Она ночью будет классно дома светиться. Не-не-не, если не сломается. Давай я это возьму, а ты с этой палкой ходи. Классный бизнес, Саша. Столько столпилась, смотри, с детьми. Смотри, розовые шары классные. Ага. Пойдемте посмотрим на этот фонтан. Пойдемте. Марк, ну как круто. Такие довольные, смотри, на них. Какие разноцветные, красивые. У тебя все лицо такое уже. Ну что, уже 9 час, идем домой. Смотри, недолго здесь побыли, уже прохладно. И Марк за ней повторяет этот результат, надо все повторить. Посмотри, у них дискотека. Привет, дорогие. Такой шкет, да? Смотрите на него. А, ты имеешь в виду внизу красиво как? Давай, Алин, танцуй. У тебя тут дискотека. Классная? О, они сами... Пластика у нее, конечно. Что? Классно, да? Смотри, какой узор. Классная? Аккуратно. Алиночка с папочкой сидят, в сауну принимают. Марк убежал. Ну как, Алин, тебе? Алин, как тебе? Алинка обожает у нас сауну принимать. Ладно, давайте, сидите. Субтитры сделал DimaTorzok